Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. Ну и Лёха. И Лёха. Мы начинаем играть в игрушку под названием Rampage. Очень необычная, очень такая специ... блин, как сказать? В общем, специальная, специфическая, вот что я хотел сказать, игрушка, в которой нужно ломать, крушить и грабить Куруан и мечта для, наверное, многих игроков. Судя по всему, она была создана компанией Белли. Блин, Белли просто спрятала сейчас. Ан, пропусти эту заставку. Нельзя. Нельзя? Нет. Ну, в общем, что нам нужно делать? Мы путешествуем по американским штатам, я так полагаю, в которых нам нужно уничтожать города. Вон на фоне статую свободы можно увидеть. Вот. Главный герой — это обезьянка, такая маленькая, совсем миниатюрная обезьянка. А рост там... почему он так мигает? Нормально. Вот. Очень такая себе King Kong и Godzilla. Вот. Data East USA, я вот еще не разобрался, или Белли Мидвай — разработчики этой игры. Но, в общем, наверное, не так и важно. В принципе, игра была выпущена в 88-м году, но до этого первоисточником, скажем так, этой игры, этой идеей была Atari 2600, старенькая, где там тоже эту идею реализовали. Ползание и разрушение зданий и городов. Ну, там, конечно, графика была похуже, но, может, в свое время тоже поиграем. Ну что, давай начнем, наверное, и по пути будем рассказывать. Ну да. Мне кажется, что ты где-то тут ошибку допустил. В чем? Белли, по-моему, это один разработчик, Мидвай — это второй разработчик. А, то есть они... как мы с тобой сукомментаторы, да? Белли, по-моему, выпускала в Японии эту игру. А Мидвай выпортировал ее уже в Америку. Многоуважаемый коллега, пустили, пожалуйста, King Kong. А, стоп, я должен сжать что-то, да? О, я и забыл, я и забыл. Я прилетаю на дирижабле, и сейчас я готов просто все. На самом деле, мне Годзилла больше нравится, чем King Kong. Вот, мы с Лешей только недавно поиграли в эту игру. Я так понимаю, ты, Леш, вообще только о ней узнал, да, недавно? Ну да, ты мне только рассказал, и все. Вот, а я с этой игрой познакомился еще во времена Sony PlayStation, то есть, возможно, где-то в начале двухтысячных. У меня был сборник на Соньке, назывался он «101 лучшая игра на Sega Master System». Вот, там на Sega Master System тоже выпускался, выпускалась Rampage, и поэтому я имел возможность ознакомиться именно тогда с этой игрой, но разницы особо и не было в графическом плане. Вот, в Atari, конечно, разница будет поболее. Все-таки Master System — это тоже восьмибитка получается, и ничего там такого особо конкретного не было. Сейчас был город Сан-Хосе, по-моему. Вот, сейчас мы в Сакраменто, что там, реальная жизнь, Джекил, что я не понял. Вот, игра обалденная. Например, мы можем взять и съесть женщину, которая сидит, себе моется в ванной и смотрит, как к ней в окно просто залезает огромная обезьяна. Ну, в лучших традициях фильмов. Это вообще фильмы катастрофы считаются? Мне интересно. Не знаю. Ну, там и драма как бы своя. Кинг-Кунг же, помнишь, как у него история была? Он там схватил девушку. Ой, мужик-мужик убегает. Бизнесмен такой с портфельчиком. Ну, а мы его сожрем и все. То, что мы едим, приносит нам жизни, когда мы людей едим. Но некоторые люди, наоборот, подлянку такую устраивают. Кто-то может нас сфотографировать, а мы свалим со здания, что больно. Вот. Кто-то может... Можем мы съесть какую-то электрическую штуку, да, которая также отнимет жизни. Ну и, в общем, разные такие приколы. О, вон. Водяра, водяра. Тихо. Давай, давай, годила. Что, разопьем с тобой на пару? Да у меня тут, смотри, я прямо тут крова нашел. Пикничок такой себе устроим. Жизни не пополняются в этой игре. Кстати, мы можем бить друг друга. Жизни в этой игре не пополняются. В новом уровне у нас остается столько, сколько осталось в прошлом. Снова с аккремента, да? Вот. Но, я не знаю, правда это или нет, но вот мы с Лешей играли, тренировались. Бесконечные жизни у нас были. Мы умирали, умирали. Ничего с нами страшного не происходило. Поэтому вот тоже такой вопрос стоит. У меня толчок съел. Толчки лучше не есть, да. Потому что керамика на наш организм действует неблагоприятно. Вот. Сейчас я рушу банк. На самом деле, согласись, идея эта прикольная. Я думаю, на Дэнде, если бы была у меня такая игра в детстве, блин, я бы так и обожал. Я представляю уже как бы мы с друзьями сидели, играли, кайфовали. Еще же кооператив. Что интересно. Что плохо? Сейчас с каждым уровнем у нас, конечно, будут появляться всякие приколы, да, мелкие нововведения. Но потом все, конец. То есть то, что было у нас, то и останется. Никаких новых нововведений не будет. Еще мы почему-то плавать не можем. У нас тратиться жизни, по-моему, да? Да. Плохо, что мы падаем, но ничего страшного. Задание уничтожить. Ты меня ударил, я прям так в глаз. Задание уничтожить все дома. Мы сейчас в Фреста находимся. Там какой-то телефонный номер нам дали. О, такси, например. Уничтожили. Не знаю, что это нам дало. Дало почувствовать себя Кинг-Конгом. Да, настоящим Кинг-Конгом. Не, ну правда, какая радость-то. Тем более, вот, 88-й год. В 80-х же, кажется, ремейк выходил, да, и Кинг-Конга. Я точно не помню, правда. Надо было отдельно посмотреть, чтобы уточнить. Вот. Годзилла, наверняка, тоже был какой-то ремейк. Не только, там, начало 20-го века, да? Где там такая была пластилиновая горилла? Ой, горилла. Годзилла. Японский фильм классический. О. Давайте выпьем Наташа сухого вина. Вертолеты, пожалуй, здесь, наверное, самые опасные пока что. Хотя, слишком опасного ничего нету. О, ты умер, да? Первая смерть. Что и доказывает, что и доказывает, что Кинг-Конг круче. А потом уже, знаешь, устроить такой сив-файтинг. Вот тоже спорный момент. Или же отличается принцип игры за этих двух персонажей? Либо не отличается. Потому что, когда мы играли с Лешей, такое ощущение было, как будто на раз разные действовали, разная еда по-разному действовала, да? Как-то уже... Ну да. Вот. Это, конечно, вопрос, на который сейчас нет ответа. Мы в Бёрбанке находимся. Это все еще первый штат, судя по всему. О, видишь, мирные жители тоже есть. Не всех успели эвакуировать. Здание уже. Может, это тут военные живут. И что мы только... Ну, не знаю. По сути, у нас нет особых мозгов, хоть у нас и большая голова. О, тучи пошли с молниями. Прикольно. Это уже Марио. Не-не-не, в Марио такое было, тучи с молниями. В Balloon Fight. В Balloon Fight, да, было. Я имею в виду, что мозгов-то у нас, наверное, особо и не должно быть. Что у тебя, что у меня. Наша цель просто убивать. Да ладно, это ж люди, это ж люди. Есть их должны. Кстати, да. Кстати, да. Ну, это такой спойлер небольшой, но... Как это спойлер? Все, друзья, увидите. Ну, кто мог предугадать, что это просто какая-то мутация произошла с людьми, которые превратились один в огромную обезьяну, другой в ящерицу. На дно место или эксперименты. Да. Кстати, Агантилла-то, это вообще сюжет фильма, не помнишь? Нет. А, по-моему, она где-то жила там с доисторических времен. Ну, я имею в виду, что она настоящая, это не какая-то там мутация, что так обычная макака выросла в огромной размере. Ну, знаешь, в американской версии так и было. Взорвался Чернобыль, там появилась Годзива. Ооо, ну, это классика, это классика. Ну что, мы захватили Первый Штат? Только почему-то... Почему ты плачешь? Ну, у меня, по-моему, так он улыбается. Ну, они, посмотри, белые такие. Еще и без передних зубов. Посмотри, у тебя она несчастная постоянно. Бедная Годзилла. Итак, здесь... Опа! Не сильно слышно? Ну, так. Это у соседей, походу. Ну, надеюсь, сильно мешать не будет. Вот. Я только что уничтожил свою любовь, которая хотела, наверное, чтобы Годзилла... Ой, чтобы Горилла-Годзилла в ряду одно и то же, по большему счету. Так. Было прикольно, если бы мы еще сейчас автомат украли у кого-то и начали обстреливать. О! Новый вид врагов из люков появляются. Люди, которых мы также можем съесть. О! Моя любовь. Бет. Вспомните, как звали тут девушку, которую Кинг-Конг пофитил по сюжету. А здесь полицейские машины у нас. Ой, меня выкинуло. Да ты сволочь какая. Вообще, самый опасный враг здесь будет, это... Танк. Но пока что его не будет. Все. Разберемся. Еще почему-то эти солдаты носят бомбы, чтобы сами подрывать здания. Как-то я не пойму, в чем логика, не знаешь? Ну, чтобы отстроить новые. Мы им помогаем. Они так делают вид, что, мол, нас пытаются убить. Ну, на самом деле, они своих только убивают этим самым. Лас-Вегас. Город наслаждений. Город мечты. Город чего там еще. Так. Я пошел за бизнес. А, скрылся, сволочь. А, скрылся. Так, надо быстро прыгать. Блин, как... Так не вовремя, да? Ладно. Будем считать, что это сейчас в прямом эфире в город отстраивают. Перфоратором. Так. Что интересно... Вообще, мы с Лешей смотрели, там столько было разных версий Рэмпаджа. Ну, прежде всего, он вышел, конечно, на Atari 2600. Потом на 5200, не помнишь, был? Нет, 7800. На 7800. Потом вот Atari Lynx было. Потом Atari ST. Потом Commodore. The X Spectrum. Что там еще? Амиго. Комотор. Что там я еще упустил? Ну, это именно вот версии этой игры. Были еще и сиквелы, кроме всего прочего. Так, хватит свернить уже, а? О, а вот и бонус. Сейчас нам нужно как можно быстрее забираться на здание с двух сторон и валить его в поисках чего-то интересного. О, он тебе гамбургер. Да что, только один гамбургер на всем уровне. Смысл? Таких гамбургеров в виде людишек можно на каждом уровне пособирать. Куча всего. Salt Lake City. Хороший город. Мне это больше, знаешь, напоминает Венецию какую-нибудь? Венецию. Кругом вода. Ну да. Не, ну здесь мостики построили. Надо же как-то передвигаться. Не так, чтобы сразу же. Просто район такой. Мы сейчас в банке находимся. На самом деле было бы гораздо круче, если бы по всему миру, да, была вот эта вот игра. Хотя, я думаю, могли бы реализовать. Наверное, просто место картриджа не хватает. Эй, спасибо. Ну, видишь, я тебя от воды спас. Кстати, если один приземлиться на другого, тогда... О, вот мне хотели сфотографировать. Не получилось. Сожрал я, за сволочь. А что-что-что-что хотел сказать? А, вот, если падаешь с высоты на своего друга, то он тебя может спасти, и ты не потратишь хп. Вот. Начали еще вертолеты по нам ракетами, бомбами стрелять, да, сбрасывать? Ну, это да, наверное, все-таки бомбы. Серьезно, не громко? Не, нормально. Ага, ну слава богу. Потому что есть, честно, сейчас себя практически не слышу. Так. Здесь телевизоры стоят, конечно, их не слишком круто хавать. Так вот, чем плоха версия на NES? На самом деле, есть еще третий персонаж, который вообще непонятно откуда взялся. Если Кинг-Конга, если Годзиллу мы все прекрасно знаем с детства, то третий персонаж это... О, это огромный волк-оборотень. Не помню, как его зовут, на самом деле. Посмотри-ка, у меня рука такая, как у Терминатора, когда он лавит-лавится. Вот. Откуда взялся этот волк-оборотень, я не представляю. Я всегда мечтал за него поиграть. Ох, посмотри, какие прямо прыжки. В стиле Марио уже что-то. Вот. За волка очень хотелось бы поиграть, но, увы. Все-таки я думал изначально, что, может, если на троих игроков играть, в Dendy-версию, то за волка может третий игрок управлять. Так, давай, вали машину. Зачем она? Ну, очки. У тебя сейчас сразу там тысяч пять. Не? Вот. Если мы как-нибудь поиграем в другую версию этой игры, тогда, наверное, из-за волка с удовольствием поиграли бы. Потому что... Я бы с удовольствием. Он покруче будет, чем эти попсовые обезьянки. О, танки пошли. На самом деле, они очень опасны. Их надо, скорее всего, просто пережидать где-нибудь на каком-то здании. Потому что в тебя стреляет танк, он тебя отбрасывает обратно. Вот второй раз уже умер. Ну, по-моему, я уже три раза подряд умер. Да? Я пока ни разу, вроде бы. Вот. И на танк даже не прыгнешь нормально. Потому что он отбрасывает, а ты ничего с ним не сделаешь. Получается, просто его пережидать надо. Еще танк может откинуть в другую часть экрана. О! Ну, посмотри, что творит, зараза. Обалдеть. Я сейчас стану таким вот и... А, нет, он не в ту сторону пошел. Да, в общем, почему-то мы люди. Почему-то мы люди. Ну, надо нам его потестить. Завалил танк. Вот, завалил танк. Поздравляю. У меня сейчас будет юбилейный. Сто очков. Сто тысяч. О, я девку какую-то в вами схвал. Вот представь все ситуации, что мы будем путешествовать по Европе, да? Ну, не по Европе, а вообще по миру. Вначале, допустим, ладно, Америка, там несколько штатов. Вот. Потом, например, в Россию. Там будет Кремль, надо будет уничтожить и так далее. Потом там куда-нибудь в Урагере будет здание. В Голландию потом... Нет, сначала в Голландию там травы поедем. Там, может, потом не Кутанина. Нет, на самом деле, игрушка невероятно креативная. И столько всего здесь можно было придумать. Тем более, это действительно... Я представляю, как в детстве, наверное, было интересно играть людям в эту игру. А вот скажите, народ, может, это действительно чисто американская игра или там японская? Потому что я вот не знаю, у кого у нас в детстве в СНГ была эта игра. Если у кого-то была, сообщите об этом. Просто любопытно. Чисто для себя. Вот. Потом в Египте там пирамиды можно уничтожать. В Китай. В Китай. Или в Японию, где там архитектура. Потом в древности можно путешествовать. Там в античный Рим, например, попасть. Я пережду лично танк. Не знаю, как ты хочешь. Главное, не разломай мой отель, на котором я нахожусь. А у меня тут номер... А сейчас его заминируют. Да всё, главное вот тут перепрыгнуть. Всё. И танк дальше уже обратно не вернётся. Я пока буду банк уничтожать. Здесь всякие офисные крысы сидят. Так. У меня, блин, две женщины. Ну их там... А, это не банк. Это тоже два отеля рядом находятся. Два отеля. Я думаю, откуда в банке женщины, которые моются в ванной? В одежде, заметь. А, я не успел съесть. Спаси меня. Спасибо. На. Вот такая вот игрушка. Очень весёленькая, как по мне. Потому... Я не помню, как я была на Sega Master System, но разницы я особо не заметил. Вот. Кроме прочего, есть сиквел. О чем я и говорил. Не знаю, как дальше. По-моему, сиквел только на Sony PlayStation первой. Не уверен, но, по-моему, так. Он тоже представляет собой платформер, только в таком вот... Немножко как бы трёхмерном... О! Девушка падает. Это моя любовь. Я её... Всё. Я её... Обнял слишком крепко. Превратил её в сардельку, да? Да. Ну... Должен в кашу, скорее. Ну, в блинчик, ладно. Вот. То есть, там тоже как бы двухмерная игра на Sony PlayStation, но там... Уже такие персонажи... Анимация у них такая... Ну, в общем, всё практически трёхмерное. Очень весёленькая вещь. И, конечно, хотелось бы поиграть. Жалко, что в детстве на Sony PlayStation у меня не было этой игры. Вот, в принципе, наверное, всё, что можно о ней рассказать. Из-за того, что мы с Лёшли поизучали. Как тебе, в принципе, игра-то? Однообразная. Однообразная это понятно, вообще-то. По сути. Я тебе так в танк прямо отважно. Так. Денвер. До сих пор большое, очень большое. Что это значит? Так. Здесь какой-то бар или бордель, да? Хотя нет. Это еда, наверное, может, просто типа ресторана такого, да? Хотя подсвечиваются ли неоном ресторанные вылезки, мне интересно. А почему бы нет? Не знаю. О, кактус! Хе-хе, я кактус съел. О, парашютисты пошли. Пока, как бы, пока ещё разнообразие в игре есть. А вот дальше это уже всё приестся и нового ничего не будет. Вроде как. Прикинь, не страшно им в своей жизни рисковать. Бедняги. А, кто это меня так кинул? Вали танк, я тебе доверяю эту миссию. Почётно. О, раз меня сюда кинули. Ты там не лезь особо, залазь на здание. Поздно. Говорю, на здание надо было залазить. А, ну всё равно жизни бесконечное количество. Этапов тут всего 128. 128? А то где ты посмотрел? Здрасте, там писали, 128 дней в начале в самом... А, да-да-да-да-да-да. И каждый этап один день. Да, да-да. Такой прям сюжет, фильм. Так, ну пока всё неплохо, достаточно. Хотя, мне кажется, могли бы, конечно, сделать, чтобы жизни были не бесконечной. Это было бы логично. Вот что интересно. Сейчас пойдут... Ты сейчас его не отбивай, сейчас будем уничтожать поезд с тобой. Так, мне нужно его перепрыгнуть, ты его должен мне перекидывать. Отправляй. Теперь я его тебе отправляю. А, нет, два удара достаточно. Просто можно один раз его ударить, одного раза не хватит, чтобы его уничтожить. И он тогда уйдёт за пределы экрана. А это не так прикольно, поезда тоже... Представь, сколько разрушений, сколько смертей. Мы же этого хотим, правда? Задание так же, что в этой игре. А, ну что, что, твои... Аллах Ахбар, да? Да, обезьяна такая кричит, Аллах Ахбар, я представляю. Не смотрел новый фильм о восстании обезьян? Нет. Ну, не новый, там, 2009-го, кажется. А не 2011-го? Ой, 2012-го или 2011-го, по-моему. Ну, я помню, ну, может, даже 2011-го. Я помню, что давненько его смотрел. Вот, ну, посмотрел, в принципе. Прикольно. Вот я сразу вспомнил. Альбукерка. Альбукерка мне что, сразу напоминает? Там... Я же смотрел сериал этот, во всетяжке. Вот. Обалденный сериальчик. Не? Пяу! Эй, эй, эй! А, нормально. Вот. Так во все тяжкие, там, особо опасные преступники в Альбукерке жили. Всякие мексиканские, там, картели. Нарко. И так далее. Так. Хорэ умирать, подруга моя ящерица. Миша, я тебе показываю. Неа. А у тебя кулак, кстати, больше, да? Мне интересно, он дальше дотягивается, или это просто визуально такой эффект? Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Эх. Ну, видишь, она там пыло оставила. О, девочка, девочка, девочка. Вот как я ее сейчас не раздавил, мне интересно. А я вон динамис кушаю. Можно я просто рукой вверх, ты, хватаешь человека и закнаивать? О, давай так. Мы сила. Кавказ сила. Ха-ха-ха-ха. Давай, 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 давай. Летсплейчик это у нас такой не запланированный. Конечно, мы не будем проходить все. Мы, наверное, даже не знаю, сколько еще этапов пройдем. Если, наверное, в течение пяти этапов все будет повторяться точно так же, да, то, наверное, закончим на этом. Конечно. Я вот не знаю, если, допустим, там... Ну, у нас нет возможности выбора уровня, к сожалению. Вроде бы, да? Хотя, смотри, есть еще стравки какие-то там, может, что-то особенное. Ну, может, здания какие-то новые, да, будут? Вот, новый бонус. Поехали. О, что я кое-что взял, не представляю. Но что-то взял. Вот. К сожалению, мы не можем пропустить все. Меня только что ослепили. Хотелось бы как-то дойти до сотового этапа, конечно, но это слишком нудно. Поэтому, наверное, еще немножко поиграем, будем закругляться. Незапланированная такая игра, так что... Но интересная. Поэтому, конечно, захотелось ей пройти сразу же. Что-то у меня нереально быстро здоровье лишает. Вот мне интересно. Может, правда, у меня как бы мех, да, какой-то там крутой. А я тут танки уничтожаю, мне на все пофиг. Я сделан из мяса. Сколько, блин, черепков. Черепков, я так понимаю, какое-то мы электричество начинаем хавать. Пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям. Глянь, какой у меня кулак отбойный просто молоток. Кстати, у меня всего 4 зуба. Беда, беда. Меньше падать с высоты надо. У меня же как бы регенерация у меня происходит. Бутылюк с маной какой-то, слышишь? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. О, прямо на такси, жесть. Эй, машинка, 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 стоять, стоять, хорошая. Успел. Не знаю, у меня просто моральное удовлетворение, когда что-то едет, и я успеваю это убить. Я тебя спасу, друг мой. Да, сильно ты спас. Я и сам упал. Что интересно, с какой высоты тут не упадешь, все равно жизни тратишь. Нет, по-моему, если ты падаешь, и ты успел зажать B, то ты как бы не теряешь. У меня, допустим, на хвост выставляет. Ну, может быть. Вот, смотри, B. Я нажимаю, я отскакиваю, все, и у меня здоровья не нет. Так если отскакиваешь, то когда вот такая вот анимация, когда ты падаешь, и когда ты не можешь собой лучше управлять. Вот тогда, по-моему, здоровье теряется, какая бы высота не была. Туда теряется здоровье. Даже если ты в самом низу. Вот чисто ради эксперимента. А, ну это ладно, не хочу сейчас. Я слишком был высоко. Пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям-пям. Откинуло. Безенком голову отрезали. Нам, кстати, что про зоопарк только что писали. Может, нас хотят в зоопарк пригласить? Мне интересно, какой вольер нужен. Вообще круто, конечно, классический момент. Ты стоишь на крыше, да, тебя обстреливают вертолеты. Ну просто классика. По-моему, мне кажется, даже у тебя отнимают здоровье, независимо от того, на какой ты высоте одинаково. По крайней мере, у меня. Слушай, я сейчас с маленького, да, с маленького здания упал. У меня все равно очень много здоровья отняли. А я тебе о чем только что говорил? Ой, слушай, а, мы хотели проверить, могу ли я тебя съесть. Помнишь? Да ты навряд ли. Да я вот был рядом с тобой практически. Давай вот, ты мне скажи, когда будешь умирать, хорошо? Скажешь, когда будешь умирать, потому что я за твоими хп не всегда успеваю следить. Итак, мы переезжаем в Даллас. Прям вот города такие... Это знаешь, как вот советские города. Здания одни и те же, все планировки одна и та же. Такси за тобой. Такси, мотор. Нету такси. Как-то нету такси. А, ну вот этот пикапчик. А, шо ж ты сделал? Знаешь, есть такая вещь, как пранк называется. Не слышал? Не. Ну, короче, телефонные розыгрыши. Есть сайт, там, занимается этими приколами. Я знаю, что в Москве, кажется, цветочек такой, что выкинул. Есть, короче, называется такси религиозный. А, или христианское такси, короче. Его там звонили, прикалывались, типа, от имени бабушки какой-то. Ну, или что-то такое, что религиозное такси, типа, должно везти бесплатно, что там всякие пожертвования. Что там батюшку, короче, платно возили, понял? Что батюшка думал бесплатно поехать, как, ну, христианин. Как представитель христианской церкви, а заставили деньги его платить. Это мне напомнило. Звонок в дверь. Открывается дверка. Ну, там стоит такой приятный одетый человек. Говорит, здравствуйте, бабушка, вы не перепишите на меня квартиру? Говорит, сыночь, ты что, сдурел? Говорит, ой, извините, я только новичок, а тот, кто начал. Говорит, вы верите в Бога? Да, это жизненно, конечно. Я что-то так и подумал сразу. Ну, ты же про христианство тут говорил. Кто еще прилично одетый, приходит тебе в гости, незнакомый? Не, еще могут сказать, здравствуйте, мы из пенсионного фонда. Нам надо вам карточку поменять. Ну, еще могут всякие ножички там носить, не знаю. Вот, заходил разговор. А, сломанные приборы, да? Все, ну, все, я давай, давай, я сейчас это... Стой, стой, стой. Я тебя съел? Да? Я тебя съел? Ты меня раздавил, по-моему. Я тебя съел? Возможно, но тебя нету. Тебя нету. Вот это круто, хорошо, что мы это разустали. Да ладно, нет. У тебя очки обнулились. Ну, очки, да. Слушай, а это мне дает повод подумать, что это игра на конкуренцию, кто больше очков заработает. Хотя, ты знаешь, это логично. Два монстра легендарных не могут с друг другом дружить. А с чего ты решил вообще, что это Годзилла и Кинг-Конг, я не пойму? Потому что, разве нет? Нет. Ну, это логично, по крайней мере. Огромная ящерез, огромная обезьяна. Вертолет и так далее. Годзилла и Кинг-Конг? Нет. Это просто результат мутации людей. Ну, значит, будем считать, что похоже. Просто, что интересно, мне кажется, это фактически такой себе дизмач в таком случае. Ты друг друга можешь валить. Причем поджидаешь, пока враг умрет и съешь его, чтобы обнулились очки. А в этот момент пытаешься еще и очки зарабатывать и уничтожать врагов. Как думаешь, логично звучит? Ну, это игра Free For All, я так понимаю. В общем, по-разному можно играть. И кооперативно, и дизмач такой. Ну, как называется, не знаешь, режим, когда против друг друга играешь, где нужно побольше очков заработать. Там на каких-то сторонних монстрах, например, как это обычно бывает. Ну, просто прикольно. Самый простой, самый такой свободный режим игры Free For All. Я думал, ты имеешь в виду под Free For All, что как хочешь, так и играй. Ну, да. Нет. Я говорю, вот когда, знаешь, какая-то игра, режим дизмача, где, кроме того, чтобы друг друга валить, нужно еще зарабатывать очки на каких-то мобах, например, которые там появляются откуда-то. Как там в Unreal Tournament, например, или еще где-то. Режимы всякие были. Мне кажется, если действительно играть против друг друга, пытаться и друг друга убивать, и друг друга жрать, и зарабатывать очки, это было бы очень интересно втроем поиграть. Я бы даже, честно говоря, хотел найти как-то третьего игрока, собраться, и попробовать втроем попроходить вот в таком вот режиме. Лучше-то от четвертого искать и проходить на четырех играх. Ну, я не сомневаюсь, что именно в эту игру на Dendy можно четвером играть. А я сомневаюсь, что даже в эту игру можно втроем играть. Играли, я видел скрины. Нет, я имею в виду не именно NES-овскую, а... А я тебе говорю именно про NES-овскую. Ну, вот про NES-овскую я тоже сомневаюсь. Почему-то мне 60% что можно, 40% что нельзя. Ну, вот как-то так. А я 70 на 30. 70 что нельзя, 30 что можно. С другой стороны, почему нельзя-то? На других консолях, которые ничем не круче Dendy, можно было. Тем более сама Dendy, ну, ладно, Dendy, NES позволяет играть втроем и вчетвером, судя по всему. Всякие переходники или как там оно называется. Ну, если бы можно было играть втроем, тогда в третий был бы игрок. Ну, может... Посмотри, по центру пустое место, под очки. Там никаких надписей нет. Может быть, это как раз для третьего игрока. Там надпись Game Over. Ну, потом будет... Ну, не знаю. По крайней мере, в других консолях можно это сделать было. На четверых уже вряд ли, потому что всего три персонажа. Годзилла, Кин... Ну, ладно. Обезьяна, ящерица и волк. Волк мне напоминает про Contra Cardcore, кстати. Ты меня можешь съесть, не хочешь? Все, упустился. Видишь, я от тебя убегаю, как будто. По-моему, ты все равно очки потерял. Нет. А-а-а! Да-да-да-да-да-да-да. А, ну тогда даже не знаю. Тогда это чисто прикол, может, друг друга схавать, да? В общем, как хочешь, так и играй. Если кому-то эта игра понравится. Может, кому-то какая-то идея больше понравится. Кому-то какая-то меньше понравится. Так, ну что? Да, я тоже хотел сказать, потому что уже все повторяется. А время там уже, наверное, полчаса, наверное, играем где-то. Приблизительно столько. Ну да. Ну что игра? Ребят, давай тогда бонусный уровень. Такая вот себе игра. Дальше вы уже, наверное, ничего нового не увидите, потому что все будет повторяться. Курочку съели, курочка была всегда, курочка во всех городах. Курицы живут во всех штатах Америки. Как, например. Где-нибудь. Вот. Так что, друзья, спасибо вам всем за то, что смотрели. Рады, если вам понравилось. Так что... Ну, в целом, да. Ты сказал, что однообразная, но не сказал, понравилась ли все-таки она тебе. Ну, я не знаю. Игра, к которой... Я не знаю, как можно ее относить. Ну, раз поиграл и забыл. Ну, хотя бы необычная. То есть отметить ее по-любому нужно, потому что... Если бы она была, как другие какие-то игры, да? Как будто платформер какой-то на двоих или еще что-то обычное, знаешь, самый классический. Клон там Марио или чего-то. Есть специальная игра Годзилла, которая называется там Годзиллой путешествуешь. Да ты что, на Дэнди? Да, я тебе как-нибудь покажу, может, сам поиграешь. Я, правда, не помню вдвоем или нет. По очереди там и монстры ходят по очереди. Смотри, что ты с твоей рукой взгляни. Это, кажется, забавно. Я тоже сейчас потону. Ой, слушай, а у меня не тратится жизни. Посмотри. А ну, окунись тоже. Мне интересно, у тебя потратится жизнь или нет? Хотя ты знаешь, в таком теле, наверное, легкие должны быть угу-гу. А, ну блин, уже... Давай быстрее, быстрее, успеешь? Не успею. Две руки такие. Ну, в общем, значит, это такое знаменование конца, да? Литл Рок. Да. I'll be back. I'll be back. Да, это точно классика. Ну, в общем, так что подписывайтесь свои комментарии. Будем рады слышать, будем рады стараться для вас. Так что планов еще грамотио. Так что все будет круто. Встань вот так с другой стороны, так же руку подними. Не знаю, как поднять. Зажми просто кнопку удара. Вверх. Во. Пока, друзья. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь на линии.